Привет народ! Я вам обещал максимально уникальные китайские игры, получайте. В какой еще игре вам придется в реальном времени высиживать яйцо своего питомца? Впервые с игрой Химмерленд я познакомился где-то месяц назад по картинкам, которые выглядели замечательно, вы их сейчас видите на экране, и по трейлерам, куски которых я буду использовать в видео. Жанрово это типичная ММО-выживалка, но что курили разработчики при ее создании я не представляю. В ней происходит так много странных вещей и собрано так много разных механик, что походу это заявочка на успех или как минимум на интересное времяпрепровождение. Продолжим после небольшой интеграции. Хочу порекомендовать вам канал моего знакомого Имба Шадоу. На канале вы найдете стримы, гайды и видео по компьютерным ММО-РПГ, таким как Ланейдж 2, Айон, Перфект Ворлд и некоторым новинкам. У Анатолия очень интересная история. На его канале было больше 100 тысяч подписчиков, он стримил и делился с аудиторией интересным контентом. Но в один прекрасный день ему на канал одновременно прилетает 23 страйка на стримы по Айон. После такого Ютуб не стал даже разбираться и просто удалил его канал. Но Анатолий не отчаялся и начал развивать свой новый канал. Так что если вам интересно, что происходит в мире компьютерных ММО-РПГ, то подписывайтесь на канал Имба Шадоу. Ссылка будет в описании. ЗБТ стартануло 2 дня назад и я в описании оставлю ссылочку на Телеграм, где можно скачать АПК и кэш игры. Всё ставится довольно просто, но при первом входе в игру и создании персонажа необходимо будет включить VPN Филиппин. Дальше его можно выключить. Первый звоночек о том, что игра странная, начался с создания персонажа. Здесь у нас выбор из 32 рас и люди из них самое банальное. Тут и гигантские медведи, и человеки-медузы, и лисы, и быки, и рептилоиды, и дракониды, да кого тут только нет. Сами видите. Редактор персонажа такой же обширный, можно менять как угодно любую часть тела до мельчайших подробностей. Правда, он явно перебарщивает, потому что в попытках увеличить грудь увеличивается и спина персонажа. Тут ещё и костюмы на каждую расу свои. Короче, разрабы реально заморочились с кастомизацией персонажа. Дальше перед нами показывают действительно огромный открытый мир и сбрасывают с неба. Летим прям как в пабге, выбирая точку приземления. Вообще, как я понял, от выбора биома ничего не зависит, просто в разных регионах обитает разная живность. По приземлению некий дух девушки даёт нам первые квесты и обучает механикам игры. Кстати, заметил, что в катсценах или при прицеливании с оружием можно крутить камеру, просто поворачивая телефон в разные стороны. Создаётся некий эффект дополненной реальности. Правда, сами катсцены слегка обогованные и показывают за текстуре. Думаю, починят, раз это первое ЗБТ. Кстати, оно продлится до 15 октября, успейте поиграть при желании. Поначалу нас обучают строить дом и строится он типично для всех игр-выживалок. Собираем дерево и камень, строим фундамент, ставим стены, окна, лестницы и второй этаж. Строится она, кстати, вся через специальную сферу, которая также является точкой телепорта. Крафт очень обширный, можем делать мебель, инструменты, станки и прочее. Почему место, через которое мы попадаем в подземелье, выглядит как игровой автомат, я не понимаю, но вы уже слышали, что эта игра странная. В нём есть 4 типа данжей. За прохождение каждого нам дают разную игровую валюту. В первом мы упражняемся в стрельбе по мишеням и тестируем оружие дальнего боя. Во втором мы сражаемся с питомцем и когда у него остаётся мало хп, ловим специальное устройство, как в покемонах. Потом этого питомца можно высиживать в яйце. В третьем просто сражаемся с разными боссами. А четвёртый открывает всю суть игры. В нём наше издовое животное, в данном случае конь, сражается с другими животными и если побеждает, то может взять его способность. Например, победил он оленя, взял его рога, теперь у нас конь с рогами. Победили черепаху, получайте коня с панцирем и так далее. Как я понял, это главная фишка игры, из-за которой она и называется Химера Лэнд. Проще говоря, мы создаём своих химер. И эти химеры можно создавать из кого угодно, пока вы не получите животное, которое вам понравится. Механика действительно очень любопытная. Нужен летающий пет, пошли грохнули кого-нибудь с крыльями и забрали его крылья. Нужен подводный пет, взяли плавники и жабры. Любое животное, которое бродит вокруг вас, даже этот огромный пугающий паук может стать как вашим питомцем, так и материалом для создания ездового животного. Ох, как звучит. Почувствуйте себя доктором Форкенштейном. Вторая фишка игры – это строительство и тонна различных мирных профессий. Как я уже говорил, построив сферу, мы открываем возможность строить мебель, станки и прочее. Причём игра с лёгкостью позволяет вам построить любые хоромы, украсить их как пожелаете и поставить любую мебель. Короче, стройка домов как в Симах. По мере прохождения квестов и сбора нужных ресурсов у вас открывается апгрейд дома, который в свою очередь открывает доступ к новым постройкам. Если вам вдруг понадобились какие-либо ресурсы, то найти их можно с помощью радара. Радар вообще показывает всё, от ресурсов и монстров, до мест рыбной ловли и данжей. Развитие персонажа здесь подано тоже весьма обширно. Во-первых, нам надо есть и пить, а также сделать себе тёплую одежду и разжигать костры, чтобы не замерзать по ночам. Во-вторых, у нас есть целая куча навыков. Их реально целая куча. Все они либо позволяют вам лучше охотиться и сражаться, либо собирать различные редкие ресурсы. В-третьих, есть созвездия, которые я не понял как прокачивать, но они развивают именно боевые навыки и улучшают обращение с различными видами оружия. В-четвёртых, весь шмот, который вы находите и крафтите, можно улучшать и прокачивать. В меню есть раздел, в котором я как понял, будут отображаться наши транспортные средства типа мотоцикла или воздушного шара. И вот ролик с мотоциклом у разрабов максимально долбанутый. Что это? Девять человек на одном мотоцикле в разных позах. Я подобное только в Индии видел. Пробежимся быстро по остальным пунктам меню. World Info – нечто вроде бестиария или коллекции. Здесь собрана вся информация о мобах и всех объектах в игре. Если вы что-то открыли, то его описание можно прочитать здесь. Гардероб. Целая куча причесок, костюмов и аксессуаров. Костюмы максимально странные, чего стоит одна шапка лисы с хвостами. Костюмы все в азиатском стиле, потому что игра в первую очередь вдохновлялась китайским произведением «Книга гор и морей». Поэтому присутствует большое количество существ и костюмов из мифологии Поднебесной. Скины на оружие. Их пока мало, и тут либо какая-нибудь сладость, либо что-нибудь из костей. К моему удивлению, в игре есть еще и аукцион. Полноценный нормальный аукцион за игровую валюту, позволяющий вам покупать и продавать вообще все, что находится в игре. Тут и оружие, и петы, и ездовые животные, и материалы, и все-все-все. На ЗБТ уже доступен донатный магазин, но он практически полностью состоит из внешек. Можно купить редких ездовых животных, разные костюмы на персонажа, скины на оружие и мебель для дома. Игра что на первой, что на второй взгляд очень странная, но в ней есть какой-то свой шарм, который цепляет и заставляет заходить в игру, чтобы посмотреть, что же там будет дальше. Графика в игре обычная для выживалок, но зато мы имеем честный открытый мир и довольно малый вес игры в 6,5 гигабайт. Как я понял, мир в игре генерируется автоматически, поэтому происходит частая смена погоды, появляются разные гигантские и не очень животные, и можно наткнуться на любые постройки, которые остались от других игроков. То ли из-за того, что мир большой, то ли из-за трудности попадания на ЗБТ, но людей в игре я встретил мало. Но все они занимались тем же, чем и я. Либо что-то строили, либо пытались вырастить свою химеру. В целом, по моему мнению, игра имеет право на жизнь и понравится всем любителям выживалок, так как здесь реально есть чем заняться и довольно богатая социальная составляющая. Кланы, кстати, тоже присутствуют. Про дату релиза игры в мире пока ничего не говорится, но как я говорил, тест будет идти до 15 октября, и кто хочет, сможет посмотреть. Пишите в комментариях, что думаете об игре или просто для продвижения видео. Также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и бахать в колокол. С вами был Террион, всем пока.